всем привет с вами дмитрий on ps и мы с вами продолжаем проходить анчарта 4 в прошлой серии мы с вами увидели мелкого пиздюка натана дрейка и соответственно сейчас то есть ждать нельзя понятно надо бежать в общем прошлой серии мы с вами еще также увидели как они пробрались в тюрьму он для того чтобы узнать о новых сокровищах это что их надзиратель не хотел пойти точнее захотел с ними пойти с ними в долю и с этим никто почти не согласился также мы знали то что у дрейка есть брат старший сейчас мы сталкиваемся с последствиями от того то что не братья а вот с ними третий мужик он загасил надзирателя ладно все меньше слов больше дела у почти ни одна патрона банана не попала у безрук прям перепрыгнул красавчик открывай 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 обратно хлоп 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 давай наверх наверх скидывай и говнюк вот из-за тебя попал под пули и давай 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 ползи ползи поле блин вот эта красота повезло нам окей сейчас этим разнесем морды вот так вдвоем проще всегда а то лишь втроем на одного налетели все куда наверх а не надо наоборот тут надо наоборот ее отодвинуть ну ползем 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 красавчик они повсюду приветик понятное дело ты идешь идет оп 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 куда вниз а дальше большая тюрьма то не видят сюда здесь оп допрыгнул а они нас не видят отлично куда оп беги-беги-беги-беги оп где брательник вверх-вверх-верх камера прыгай давай 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 наверх наверх попали да попали еще развиться не хватало вот только узнали то что у него есть брат старший тут узнаем то что его нет теперь он еще там его больше нет быстро лодка прямо под стеной не могу не могу его бросить твой брат погиб выбирай ты со мной или с ним как хочешь давай на это вставай надо бежать иначе никто в живых не останется сэр господи нет сразу так звук прикольно приглушился как будто его больше ничего не волнует ну конечно б** брата убить причем на твоих глазах оуууу красота Ага, значит это все было только интро. А, это показывает то, что было в предыдущих сериях. Вот это кажется из первой подводки. Ну да, так и есть. То, что в первой части был, если не ошибаюсь, Ледорадо. Поезд из второй части. Помню, там были эпичные моменты, особенно когда отрывались вагоны, когда вертолет на нас нападал. Также, если хотите, пишите в комментариях, нужно ли прохождение первой, второй, третьей части. Эти части есть, можно их тоже записать и выложить. Ностальгия-то всегда приятно. И это уже третья часть пошла, где в пустыне. Падение с самолета было тоже мощное. Пятнадцать лет спустя. Пятнадцать. Это же офигеть. Тогда... Дело номер... Дело, да. Голова номер три. Дело в Малайзии. Еще немного и давай всплывай. Ладно. Блин. Так тут все это красиво. Тогда понятно, почему нам в предыдущих сериях не показывали его брата. Потому что якобы он умер. А это уже напоминает этот... Как он назывался? Так как же Бандикут третий. Там были миссии под водой. Ха-ха-ха. Те же самые же разработчики разрабатывали эту игру. Найти док. О! Сокровище. А тут че? Ну я не думаю то, что у нас так мало кислорода. Тут можно вдоволь наплаваться. Тем более никакой шкалы нету. Блин. Вот чем прикольная эта игра, она вот всегда с такой атмосферой вот этих вот приключений, как Индиана Джонс, вот Лары Крофт. То есть всегда какие-то гробницы, какие-то раскопки. Всякие забытым богом места. Да. Блин. Красотеньюшка. Офигеть. Пещера-то большая. А. О! Что там блестит? Сокровище. Рыбешка. Ну их наверное просматривать не будем, в этом нет толку. О! Еще че-то. Грузовик упал. Ну вот че-то какие-то еще детали. Обломки. Да. Вот колесо. Да. А. Вот и сам контейнер. Да. Ну вот где. Хорошо. Хорошо. Как выглядит? Побито, но цело. Как она сюда упала? Тут мост? Где-то поблизости или что? Поехали. Есть. Доброе утро. Да. Где внутри? Вроде. Большая часть привязана. Было бы прикольно, если бы оттуда выпала какая-нибудь большая рыбешка. Или угрь, например. Так что здесь он точно пролезть смог бы. Так, значит один, два, три, четыре, пять. Похоже не хватает вот ящика. Давай искать. Вон снизу один. Может поднимешься за новым болотом. Да хватает все. Вот один. Ага. Достанешь ты его тут. Да не достать его здесь. Это нереально. Ах, черт. Ящик придавил от уровня. Короче. Сначала закрепи второй ящик. Потом мы поднимем фуру. Видишь? Вот за этот. Ха. Ну да. Вон там что-то было. А, вот он ящик. Да. Пошел второй ящик. Один есть. Один ищем. Закрепи его в фуре. Вы почти на месте. Ладно. Жду вас. Тяжелый. Прям это чувствуется по геймплею. Ты вот X например перестаешь сжать и начинаешь тонуть. Давай, 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 давай. Это напоминает эти мобильные приложения. Где такая птичка летает и нужно всякие столбы облетать. Отлично. Мы над тобой. Сейчас будем цеплять. Ну-ка. Где вы там? Пускаем. Блин, офигеть. Так это все красиво. Вот реально. Все. На месте. Уцепляй пугу. Мы ее приподнимем. Так. Я взял крюк. Сейчас прицеплю его коси. Должно сработать. Так. Угу. И что мне здесь, кстати, понравилось, здесь реально нужно обойти кругом, чтобы зацепить крюк. То есть насколько вот эта вот проработка деталей. Это просто офигенно. То есть обычно там как-то подошел, да, к нужному месту, нажал кнопочку и готово. А здесь нет, это нужно самому сделать. Это очень классно. Реалистично. Ну, цепляй. Цепляй, цепляй. Ладно, отойди, мы ее поднимем. Давай, давай. Отошел. Я отошел. И поднимаем. Эпичненько. Так. Хватит. Хватит, хватит, достану. Ха-ха-ха. Нашел второй ящ. Положим к остальным. Так. Давай, давай, плыви. Закрепи. Вон, ремешок застегни. Красавчик. И застегнул. Смотри, вот эти вот мелочи, они так приятны. Класс. И сейчас какой-нибудь то ли осьминог, то ли акула нападает. Прямо такое ощущение есть. Может ты еще полазишь, поищешь там другие сокровища. Хе-хе-хе. Хорошая идея. Туда я положу. Туда я положу. Да. Блажно. Будешь готов. Еще одно колесо. Здесь вроде ничего больше нету. Ничего не блестит. Кругляшки никакие не появляются, поэтому... Поплыли наверх. Я на месте, вытаскивайте меня. Не вопрос. Поднимаем. Такие звуки прям... Массивные. О! Да, мост. Красота. Ты как ныть? Я рад, что веришь из реки. Неделю буду рыбой гонять. Хе-хе-хе. Ладно. Держись. Сейчас тебя примем. Держись. Ну вот и говорю, эта игра ассоциируется с такими моментами и обстановкой, с сеттингом, как Индиана Джонс, то есть какие-то гробницы. И здесь тоже сейчас было такое ощущение, как будто ты где-то под какой-то скалой, да, то есть где-то вот в забытом, вот говорю, как богом месте. А оказывается, нифига ты вот, не знаю, Нью-Йорк это или что. В общем, ты в городе. Хе-хе-хе. Как ни странно. Мы же в третьей части, если не ошибаюсь, по сути, закончили дело с раскопками. то есть он ушел в семейную жизнь, если я не ошибаюсь. Хе-хе-хе. О! Валон, да пустой что ли? Я облегчаю тебе работу, а? Мы там были до последнего. Привет! Здорово. Там что-то еще было. Как оно? А ты как думал? Все поднял? Все в целости. Хе-хе-хе. Вот что-то лежит. Ну да, сокровище. Монета. Аркейд-онли. Лодочка. Нормально. Складывается ощущение, как будто мир живет независимо от персонажа. Я знаю, мне даже нравится. Мамку твою напоминаю. Хе-хе-хе. Подъебал, подъебал. Передам, что ты так сказал. Какие-то лодки подъезжают, кто-то с кем-то общается. Вот работники стоят, болтают. Хотя здесь мир-то, если не ошибаюсь. Да, он здесь не открытый мир. Это в дополнение там, что-то наподобие открытого мира. Потом. Мой герой. Хе-хе-хе. Пошли. Глянем, что ты принес. Давай в следующий раз кто-нибудь другого пора. А ты отдохнешь? Нет уж. Спасибо. Лучше нырять, чем торчать в конторе. Ну, все равно. Понырять теперь еще не скоро придется. Погоди, а контракт на четвертый? Угу. Да ладно. Цену перебили. Издеваешься? Ну да, конкуренция. Козлы. А ну-ка. Надо их припугнуть. Окажешь честь? Ну давай. Попробуем. Спасибо. Хе-хе-хе-хе. Ладно. Пошли отметим. Первая кружка за мной. Что, с вами по бару? Добрый. Не-не-не. Без страховки не пойду. Я лучше сейчас сяду, оформлю все бумажки и потом домой спать. В другой раз. Ладно. Как хочешь. Эй. Ты молодец. Спасибо. Вот здесь вот реально мимика людей. Как вот она проработана. Голоса. Они настолько создают вот эту атмосферу. Ну, ты прям погружаешься. Подожди, Нейт. Нейт, постой. Эй, какими судьбами? Эм. Они прям к себе притягивают. Презент? Что это? Весточка из малазийского источника про затонувший корабль. Хе-хе-хе. Опять. А, весь груз целый. Да? Подходи и бери. Упорный ты человек, Джеймс. И? Всю сумму на тех расходы нам перевели. Все готово. Кроме моего лучшего парня. Я ему доверил бы это дело, а он, он слился. Нет. Я даже не возьму. Скажи у этого источника. Есть разрешение? Нет. У него нет. Они никому не дают разрешение. Конечно. Но пойми, ведь это же нам только народ. Нет разрешения, значит нет конкуренции. Корабль наш. Без разрешения не полезу. Ага. Нейт. Это же наша пенсия. Для нас обоих. Уж не знаю как ты, а я не хочу ковыряться под водой до 60 лет. А ты? Не хочу в тюрьму. Нет. Слушай, я не могу. И тебе не советую. Но ты возьми почитать. Ради меня, а? Я не передумаю. Тем более, чтоб не почитать. Правда? Давай, давай, ладно, бери. Передам. Хе-хе-хе. Я на тебя не давлю. Но ты подумай. Конечно, ты не давишь. Видно, серьезная работа. Хе-хе-хе. Все-таки взял и посмотрел. Вдруг поисков сушен. Эх, было бы круто. Так, давай возьмемся за это. Вот кто нужный. Хе-хе-хе. В этот раз без меня. Обычная жизнь. Глава 4. Так. Давайте наверное на этом эту серию и закончим. Вот. Ну да. Я так и думаю. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. В описании есть ссылочка также на мой твич канал. Там я провожу стримы почти каждый день. Сегодня у нас, кстати, тоже был. И всем до скорых встреч Пока-пока